День солидарности в борьбе с терроризмом 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 То, естественно, прежде всего это уголовная и административная ответственность за действия экстремистского и террористического характера в образовательной организации. Затем темы у нас очень популярны. Это различия между экстремизмом и терроризмом, алгоритмы выявления террористической деятельности, как распознать фейковую информацию, как выявить, что подросток или студент попал под влияние какой-то экстремистской или террористической организации. Я знаю, что и Патриот Алтая тоже подобную работу ведут в формате, может быть, уроков. Может, расскажите про вашу работу в этом направлении? Да, в эту скорбную дату руководство и члены Патриот Алтая солидарны в борьбе с терроризмом и считают одним из важных направлений своей деятельности Ассоциации. Это воспитание молодежи в правильном понимании происходящих в обществе и в мире событий. Чтобы молодежь, прежде чем оценивать ту или иную ситуацию, информацию, задумалась, что вообще для них является Россия. Или это просто то место, где они появились на свет и как-то в нем не очень? Или все-таки Россия для них родина с великой героической историей, с великими полководцами, великими учеными, великими деятелями искусства, литературы? И как же с великой территорией, с огромными природными богатствами? Чтобы задумалась молодежь о разнице с западными ценностями и со своими, с нашими традиционными, историческими, родными. Чтобы молодежь понимала, какой ценой наш народ отстаивал и отстаивает наше родное. Какие подвиги совершались и совершаются сейчас? И что нужно понимать это и ценить, и уважать, и работать над собой, и совершать правильные и полезные обществу поступки? Что нужно прежде чем подумать о том, если что-то хочется совершить непотребное, какие будут от этого последствия? На примере, на личных примерах, на примерах погибших товарищей, на примерах таких, как подвиг псковских десантников в 2000 году, на таком примере, как подвига тех, кто освобождал заложников в школе в Беслане в 2004 году, подвигов участников СВО представителей Ассоциации «Патриоты Алтая» регулярно проводят уроки мужества в образовательных учреждениях практически во всех районах Алтайского края. В наших рядах присутствуют именно те, кто знаком с таким зловещим явлением, как терроризм, не понаслышке, а в реальных ситуациях, кто непосредственно принимал участие в контртеррористических операциях, или по роду своей служебной деятельности вел это направление в течение длительного времени. — К сожалению, вся страна события в Кроксе переживала очень болезненно, и вот здесь возникло ощущение, мне кажется, что быть готовым к такой ситуации нужно каждому жителю города. Есть ли здесь какие-то наработки именно по поведению человека, оказавшегося в заложниках, оказавшегося в ситуации, стрелок в здании, как себя вести? — Да, наработки такие, безусловно, есть, и мы их транслируем, транслируем их и родителям, и преподавателям, и самим учащимся образовательных организаций. Чаще всего наша работа происходит в форме информационных лекций или обучающих семинаров. Например, после трагедии в Крокус-Сити-Холле поднялась волна фейковой информации, то есть различные угрозы о совершении террористических актов и тому подобное. Любой фейк никогда не будет привязан к конкретному месту. То есть там просто будет написано «Здравствуй, хочешь, например, заработать денег? Вот нужно пойти и кого-нибудь взорвать». То есть будет максимально обобщенно, не будет конкретной информации, не будет конкретных фотографий. То есть это чаще всего будет картинка, например, из Телеграма, скрин, вот подобного информационного сообщения, присланного неизвестным. То есть либо будет неизвестный профиль, никак не обозначенный, либо будет условный какой-нибудь нуный, там указан. То есть если мы видим реальную информацию, реальная информация – это прежде всего реальная фотография будет, так или иначе, это будет привязка к месту и времени. То есть, например, четко сразу, допустим, 21 февраля 2024 года представители, например, МВД России по Алтайскому краю в городе Барнаул осуществили то-то, то-то, то-то. То есть вот это четко пример именно реальной информации. Часто фотографии какие-то, да, вот еще пересылают. Здесь тоже, наверное, какие-то есть. Да, конечно. То есть, например, когда проходила угроза по скулшутингу, по школам Барнаула, как раз тоже была рассылка в Телеграм-каналах, и очень многие видели, разослана была фотография оружия. То есть было разложено оружие, ружье, пистолеты, холодное оружие, и указана подпись, что вот, 12 февраля мы придем, причем постоянно сбивалось, сначала говорит, я приду, потом через два предложения мы придем, перечисляется куча школ, перечисляются торговые центры, детские сады, и под конец говорит, я везде там буду, и я всех расстреляю. То есть указано, я буду одновременно в 20 местах. Уже сразу показатель фейковой информации, и фотография явно постановочная, то есть явно сосмотры места происшествия, откуда-то он взял эту фотографию, в интернете таких очень много, и вот ее, что называется, запостил и пересвал. Раз уж коснулись скул-шутинга, то вот по инструкциям, говорили, что в теории такие есть, на что опираетесь? Мы опираемся, прежде всего, на опыт других стран. В данном случае, конечно, скажу, что мы опираемся на опыт США, поскольку там очень много, к сожалению, случаев скул-шутинга, там уже есть устойчивые многолетние исследования, исследования, как выявить потенциального стрелка, алгоритмы, естественно, что с ним делать в данном случае, как себя вести учителям, как себя вести непосредственно детям, как себя вести администрации, организации. В Российской Федерации тоже есть такие же алгоритмы, поэтому мы пользуемся и теми, и другими алгоритмами, естественно, их адаптируем и уже в более понятной форме разъясняем учащимся и преподавателям. Ну там же, если не ошибаюсь, три правила основных, там прячься, беги, нападай, да? Беги, прячься, берись, да. Коротко тоже вот они. Смотрите, сразу же, что мы всегда говорим, что я всегда говорю на своих лекциях, ни в коем случае не нужно геройствовать здесь, то есть, если вы видите стрелка, не нужно на него нападать, бросаться там грудью на пули и так далее, потому что всегда вот это говорим, вас убьют сразу же, а ваши дети, которых вы должны защищать, останутся как раз незащищенными. То, что вот мы говорим именно педагогам. Поэтому первая стратегия, если стрелок идет по зданию, это беги. То есть, сразу же бежать, сразу же искать укрытие. Если вы нашли укрытие, то прятаться там и сидеть там, и не высовываться, что называется, не подавать никаких признаков жизни. И только уже, когда нет никаких других выходов абсолютно, только тогда уже, да, приходится делись или нападай. Но, тем не менее, самый лучший вариант – это убежать в первые минуты. Сергей Ильич, мы уже говорили, что на молодежь патриотическое воспитание направлено больше всего. Почему именно эта категория, как вы считаете, уязвима? Почему можно ее склонить на какую-то сторону, в которую заинтересованы, скажем так, недобрые люди? Сергей Ильич, у меня лично имеется немалый опыт в проведении занятий в образовательных учреждениях. И вот обоснованно хочу сказать, что проблема в восприятии происходящего у молодежи имеет место быть. В нашей стране около 30 миллионов подростков в нашей стране являются учащимися. Это почти пятая часть нашего населения. И, как правило, именно молодежь представляет собой группу риска. Анализ правонарушений и преступлений экстремистского и террористического характера показывает, что эти все действия, как правило, совершаются несовершеннолетними людьми. Несовершеннолетними и людьми молодого возраста. Это утверждение можно объяснить тем, что молодежь, как правило, радикально оценивает происходящее в обществе и в мире события. У них присутствует максимализм в неприятии несправедливости. Выход из этих событий они видят по-своему. Это с одной стороны. А с другой стороны, молодежь подвержена влиянию со стороны идеологов экстремистских учений, особенно когда подобная идеология склоняется на патриотические и религиозные чувства. Ну и также влияют такие причины, как у подростков, как желание самоутвердиться в мире взрослых. Недостаточная социальная зрелость, недостаточно профессиональный и жизненный опыт, но и, следовательно, сравнительно неопределенный социальный статус. Здесь, вот здесь вот и присутствует опасность, что молодой человек может встать на путь экстремизма. Подростки и молодежь, как самая социально незащищенная группа населения, являются наиболее активными участниками конфликтов и различного рода деструктивных организаций, в том числе и экстремистского толка. Есть ли какой-то график мероприятий, который на ближайшее время запланирован, и можно ли кому-то из школ, допустим, или учебных заведений обратиться к вам, пригласить вас к себе на уроки мужества, на лекции какие-то? Это в течение уже продолжительного периода, это делается регулярно, регулярно сейчас, как только начнутся учебные занятия, и у нас пойдет работа как по школам, начиная со среднего звена, так и в колледжах, в колледжах и вузах Алтайского края. Александр, что касается памятник, литературы, учебных пособий, в том числе, которые ваш центр разрабатывает, можно ли где-то их открыть, то есть человеку и подготовиться, скажем так, к той ситуации, к которой каждый, к сожалению, должен быть готов? Да, конечно. В течение этого года, 2024 года, мы разработали сайт, сайт антитеррористического центра, называется «Образование против террора». В поисковике очень легко найти, то есть там постарались собрать все на данный момент разработанные методические рекомендации, как официально утвержденные Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения, так и непосредственно разработанные нами. То есть там есть памятки, алгоритмы, методические рекомендации, ролики обучающие, записи наших обучающих тренингов, семинаров, наши презентации. Все это разделено, сгруппировано для разных образовательных организаций, отдельно для вузов, отдельно для школ, отдельно для профессионального образования. Спасибо большое за содержательный ответ, к сожалению, наше время подошло к концу. А зрителям я напомню, что 3 сентября в нашей стране день солидарности в борьбе с терроризмом. И мы говорили о той работе, которая проводится в нашем регионе в этой сфере. Всего доброго, берегите себя.